Итак, дорогие друзья, товарищи, тоже такой немаловажный этап в работе массажиста это искусственное владение простынью. Дело в том, что это все касается эргономики ваших движений, чтобы вы лишнее время не тратили на том, что как ее расцелить, уголки какие-то расправить. Клиент заплатит за время и по сути вы экономите его деньги, его время. Поэтому попробуйте научиться оперировать достаточно быстро. Ну, во-первых, простыни. Они бывают разные, естественно, и рулонными, одноразовые, тогда очень просто. Рулон растягивается, она двухметровая, сразу накрывается. Они бывают на резинках специальных столов, там прицепляются еще какие-то. Ну, в данном случае речь пойдет об обычных простынях. Удобно их складывать вот так, вот это, по-моему, в 16 раз я, по-моему, сложил ее. Вот, и, соответственно, так же быстро ее раскладывать. Раз, два, вы уже знаете, где у нее кончики, где у нее серединка. Вот, доводим до того этапа, когда она сложена в четверо, получается, да? Вот, то есть мне, например, видно отсюда, что она вот в длину, вот туда сложена пополам, да? И еще раз поперек, вот так вот. И здесь вот из этого рабочего состояния мы и будем исходить. Очень хорошо это все определить по складкам. Как видите, даже если простынь не поглажена утюгом, да? А аккуратно сложена, на ней все равно образуются вот эти складки. И даже можно дополнительно, когда вы их складываете после стирки, например, да? Дополнительно эти складки проработать от тепла руки, от тепла вашей ладони. Они проявляются и становятся более заметными. Они нам нужны, как некоторые инструменты, ориентиры такие, маркеры, по которым мы и ориентируемся. Вот теперь смотрите, здесь у меня сложена она, да? Вот, показываю близко. С этой стороны она сложена. А с этой стороны кончики получаются свободные, да? И теперь мне, от того, как ее развернуть, так я руки кладу под нее. Ну, например, открыть половину человека достаточно одним махом вот так ее развернуть, да? Ну, если работаем со спиной, включая ягодицы, то, соответственно, подворачиваем там белье человека, да? Или загибаем вот для сюда. Если нам надо было бы ее развернуть вдоль, то мы опять из этого положения раскрываем ее, подхватывая рукой снизу под середину. Видите, спадка идет. Я попал сразу под складку, да? Хватаюсь за складку верхнюю и нижнюю, да? И быстрым молненовым движением раскрываю ее вот так вот в длину. Так можно, например, застелить стол. То есть она, ну, сейчас не будем поднимать человека. Ну, в принципе, представьте, что я застелил стол одним широким махомитом получилось. И так же можно, ну, ее сделать, если потеплее хотите, да? Для человека потеплее, просто сделали, всего его укрыли. Соответственно, дальше мы будем работать. Если мы работаем с рукой, заворачиваем кончик с этой стороны, да? Если с ногой, заворачиваем с этой стороны достаточно быстро двумя руками, видите? Не по очереди, а двумя руками и подогнул ее, потому что, чтобы на нее тоже лишнее масло не капало. Просто у нее достаточно такой рабочий материал, который потом желтеет от масла, очень плохо отстирывается. Ну, соответственно, если нам надо вот теперь вот эту часть, да, вот длинная она, сложить пополам в обратную сторону, не в длину, да, а как бы в квадратную площадь, то мы так же берем вот за серединку, видно, где складка, да? И быстро разворачиваем ее в другую сторону, вот, получилось она квадратная, на полчеловека. С этой стороны открываете, либо с этой стороны открываете, я открываю голову. Далее, например, вот человек у вас был накрыт, да, вы знаете, что с этой стороны кончики свободные висят, да, а с этой у вас будет складка. Вам нужно его полностью, например, накрыть. Тогда берем за два кончика, да, широким жестом распахиваем и вот так вот под хлестом накрываем и открыли ему голову плечи. Запомнили, да, тут как бы просто не летающая получается, да, это получится немножко, чтобы она парила. Я это еще раз показываю. Ну, вот, в данном случае у меня открытые кончики появились, получились здесь, да, а здесь вот складка. То есть я с этой стороны беру, встряхиваю ее и сразу подмахиваю, еще волну под нее пускаю. Вуаля! Человек хорошо накрыт. Ну, как я вам говорил, надо, если просто подогрето, да, была до этого, то желательно показать это человеку, прижав еще руки к определенным местам, тактильным перед началом работы, чтобы он почувствовал вашу заботу о нем. Многие говорят, о, какие приятные простыни, да, это вот середина спины, крестец, ягодицы, вот так можно поднять, показать вот большую группу мышц бедра и крыль, стопы и подогнуть просто под пальчики, да. Вот вы проявили заботу о человеке. Он к вам более раскрепощается, а это важно для нас, чтобы человек больше, максимально раскрепостился, более у него просыпается лояльность, доверие к вашим действиям. Так, ну, с простынями, наверное, хватит, да, у нас будет отдельная еще рекомендация, как их стирать, какие простыни выбирать. Поэтому об этом мы снимем в следующем видеоролике. А сейчас мы перейдем к работе с ногами. Выключаем камеру, а если вы настолько видите в интернете, то вы много теряете. Приходите на практические занятия и получайте все на живой натуре.